На сегодняшний день существуют ультразвуковые аппараты, позволяющие совмещать УЗИ с томограммами КТ и МРТ, что значительно облегчает пункционную биопсию радиочастотную апплацию опухолей. На сегодняшний день существуют мощные спиральные компьютерные томографы, позволяющие буквально за несколько секунд сканировать весь человеческий организм. Сегодня у нас работают достаточно мощные высокопольные МРТ-томографы, ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ-системы. Согласно данным мировой литературы, чувствительность и специфичность выявлений различных новообразований печени при УЗИ не превышает 40-50%. При использовании эхоконтрастных препаратов второго поколения она может достигать 89%. Чувствительность и специфичность при КТ с использованием контрастных препаратов несколько выше, 55-65%. При МРТ она достигает 97%, а при использовании специфических гепатотропных контрастных препаратов приближается к 99%. ПЭТ-КТ в зависимости от применения различных радиофарм препаратов позволяет диагностировать различные опухоли печени с точностью 47-87%. Год назад у нас в онкологическом центре закончилось достаточно крупное, проспективное исследование, в котором принимали участие 422 пациента, использовались различные методики. В диагностике опухолевого поражения печени наибольшие результаты показала именно МРТ с использованием гепатотропного контрастного препарата. Мы использовали препарат гадокситовой кислоты в сочетании с методикой диффузионно-взвешенной МРТ. Чувствительность составила 99%, специфичность 92%, точность диагностики приблизилась к 99%. Итак, злокачественные опухоли печени. Они разделяются на эпителиальные. Это, как правило, гепатоцеллюлярные опухоли, это ГЦК, фиброломиллярная карцинома, гепатобластома, это билиарные опухоли, прежде всего это внутрепеченочная холангиокарцинома. Это злокачественные опухоли смешанной природы, мезонхимальные, лимфомы и метастатические опухоли. Гепатоцеллюлярная карцинома по распространенности занимает шестое место среди всех опухолей, составляя около 7% всех видов рака и является третьей по частоте причины смертности от злокачественных опухолей. И надо заметить, что среди первичного рака печени гепатоцеллюлярная карцинома составляет более 90%. Как вы знаете, и теология опухоли мукофакторная. Это любые хронические заболевания, различные диффузные заболевания печени, такие как жировая дистрофия, гемохроматоз, цирроз печени, особенно у пациентов на фоне хронических вирусных гепатитов. Хочу обратить ваше внимание на необходимость использования методик внутривенного контрастирования. Именно эти методики позволяют корректно проводить дифференциальную диагностику выявленных опухолей. На данном слайде представлен пациент, у которого по данным ультразвукового исследования была выявлена диффузная инфильтрация печени. У пациента был выражен повышенный уровень альфа-фетопротеина, он превышал 400. При МРТ, при нативном исследовании в Т1 опухоли нет, при Т2 опухоли нет. При диффузионно-взвешенном изображении опухоли нет. И только при внутривенном контрастировании мы смогли выявить опухоль около 1,5 см в диаметре, активно накапливающую контрастный препарат. Нами выделен был МРТ-симптомокомплекс, позволяющий корректно дифференцировать различные виды опухолевопражения печени. Так, в частности, для гепатоцеллюлярного рака характерно диффузное контрастирование в артериальную фазу, вымывание в венозную фазу и наличие капсулы в отсроченные фазы. Это гипоинтенсивность опухоли в гепатоспецифическую фазу и гиперинтенсивность опухоли на диффузионно-взвешенных изображениях. При наличии всех четырех симптомов чувствительность достигает 100%, специфичность 91%, точность 97%. Нами было выявлено два основных типа контрастирования гепатоцеллюлярной карциномой. Первый тип – это выраженный пик контрастирования опухоли, который приходится на артериальную фазу. Данный тип встречается в 44% случаев. Второй тип – пик контрастирования приходится уже на венозную фазу, и такой тип контрастирования встречается в 50% случаев. Нами было выявлено три основных типа проявления гепатоцеллюлярной карциномы. Первый – это узловой тип. Встречается приблизительно в 30% случаев и представляет собой солитарный узел, активно накапливающий контрастный препарат в артериальную фазу и имеющий капсул, который визуализируется в отсроченную фазу исследования. Второй тип – это массивный, многоузловой. Встречается примерно в 50% случаев и, как правило, у пациентов на фоне цирроза печени. При нативных исследованиях могут быть выявлены различные узлы различной интенсивности, но именно признак вымывания контрастного препарата из этих узлов в гепатоспецифическую фазу говорит о их злокачественности. Третий тип – достаточно редкий, инфильтративный. Встречается приблизительно в 10% случаев. Наблюдается чаще на фоне цирроза печени. Опухоль имеет достаточно неровные, нечеткие контуры и, как правило, сопровождается тромбозом ветвей воротной вены. Еще один вид рака – это фиброламеллярная карцинома. Считается, что она имеет несколько более доброкачественный прогноз, и она встречается у более молодых пациентов, примерно 20-30-40 лет, у пациентов, у которых не отягощен анамнез, то есть нет каких-то диффузных изменений печени, вирусных гепатитов. Хочу еще раз ваше внимание обратить на то, что только методики внутривенного контрастирования могут помочь нам выявить дополнительные опухолевые узлы. В частности, пациент с гипоцулярным раком на фоне цирроза, тут сама опухоль не показана первичная, при нативном исследовании, кроме регенераторных и диспластических узлов, мы выявить ничего не можем, даже в артериальную фазу. Однако уже в равновесную фазу и гепатоспецифическую фазу мы видим признак вымывания контрастного препарата, что свидетельствует о наличии маленького гепатоцеллюлярного рака. Я хочу вам продемонстрировать еще один очень интересный случай. Первых три верхних слайда – это пациент с фокально-узловой гиперплазией. Вторые три нижних слайда – это пациент с гепатоцеллюлярной карциномой. В левой половине исследования представлено МРТ с использованием стандартного экстрацеллюлярного контрастного препарата – АМИСКА. В артериальную фазу мы видим гомогенное контрастирование всего массива образования – это андулярная гиперплазия. Примерно сходная картинка такая же и у пациента с гепатоцеллюлярным раком. Венозная фаза – мы видим вымывание контрастного препарата из опухоли и центральный рубец, который активно набирает контрастный препарат. Сходная картина и у пациента с гепатоцеллюлярным раком. Если мы остановимся на этом исследовании, то дифференциальная диагностика этих опухолей будет просто невозможна. Однако в гепатоспецифическую фазу фокальная узловая гиперплазия активно накапливает контрастный препарат, поскольку сами ткани состоят из деформированных гепатоцитов, прежде всего, и в них аккумулируется именно препарат этой гадоксидовой кислоты. А из опухолевых тканей при гепатоцеллюлярном раке мы видим вымывание этого контрастного препарата, что позволяет нам достаточно четко провести дифференциальную диагностику. Внутрипечёночная холангиокарцинома считается второй по частоте после гепатоцеллюлярного рака и возникает в любой части внутрипечёночного билярного тракта и составляет в среднем 5-15% от всех холангиокарцином. МРТ-симптомы комплекса, которые позволяют нам дифференцировать этот тип опухоли. Это неоднородная интенсивность на Т2 изображение, это диффузное гетерогенное контрастирование опухоли в артериальную фазу, это дальнейшее центропитальное контрастирование опухолевых тканей, при этом с периферии контрастный препарат вымывается, это гипоинтенсивность опухоли в гепатоспецифическую фазу и гиперинтенсивность на диффузионах взвешенных МРТ. Нами было замечено, что максимальный пик контрастирования опухоли, в отличие от ГЦК, приходится на гепатоспецифическую фазу, то есть на 10-20 минуту введения контраста. Чувствительность 100%, специфичность 96, точность 100. Но это такие высокие цифры только при наличии всех вместе взятых вот этих симптомов. Но крайне редко встречаются комбинированные формы первичного рака печени, и они имеют признаки как гепатоцелулярной карциномы, так и холангиокарциномы. И что мы заметили, что эти опухоли имеют два пика контрастирования, первый в артериальную фазу, присущий ГЦК, и второй в гепатоспецифическую, характерной для холангиокарциномы. Злокачественные мезонхимальные опухоли, в частности эпителиоидная гемангиоэнтетелиома, которая представлена на данном слайде, является редкой первичной опухолью печени, низкой или промежуточной степени злокачественности, которая состоит из дендритных и эпителиоидных клеток. Даже до цитобиопсии и данных иммуногистохимии нами был достаточно точно поставлен диагноз, а именно по каким симптомам. Эти опухоли гиперинтенсивны в Т2, гипоинтенсивны в Т1, имеют прогрессирующее диффузное контрастирование в поздние фазы, очень ярко выглядит при диффузионно взвешенных изображениях и на ИКД-картах, а самый главный симптом – это треугольная форма опухоли и расположение ее вдоль капсулы печени. Метастатические опухоли встречаются у 1 треть ангологических больных и более чем в 50% случаев у пациентов с колоректальным раком, раком желудка и раком молочной железы. Основные симптомы, позволяющие нам дифференцировать именно метастатический характер опухоли – это гиперинтенсивный ободок в артериальную фазу, отображающий паразитическое кровоснабжение опухоли, это вымывание контрастного препарата в отсроченные фазы, это гипоинтенсивность опухоли в гипотоспецифическую фазу и выраженная гиперинтенсивность на диффузионных взвешенных МРТ при всех значениях бифактора. Еще раз хочу подчеркнуть важность применения контрастных препаратов. В частности, у пациентки с раком молочной железы мы смогли выявить очаги метастатические менее 1 см только при использовании гипототропного препарата. Нативная фаза Т2 очагов не видно, Т1 очагов не видно, венозная фаза, в которой наиболее четко проявляются метастазы, тоже ничего не видно, и гипотоспецифическая фаза, вы видите, подкапсульно 2 мелких метастаза. Таким образом, хочу подвести итог. Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием именно с гипототропным препаратом в сочетании с методикой диффузиона взвешенной МРТ является на сегодняшний день наиболее эффективным методом выявления и дифференциальной диагностики опухолевых поражений печени. И благодарю за внимание. Спасибо большое.